День рождения Европейского Союза День Матери Именно в этот день Союз Женщин Эстонии объявляет «Маму года». Это происходит в концертном зале «Эстония» в воскресенье, в День Матери, когда проходит праздничный концерт, и председатель правления Союза Женщин Эстонии, Сириавир, объявляет «Маму года». За эти годы «Мамами года» становились мамы, у которых по трое, по пятеро, по восемь детей. Например, в прошлом году «Мамой года» стала Эва Теппо, учитель музыки, у которой восемь детей. В позапрошлом году Эльва Сергова, которая в то время была председателем уездного, Харьевского уездного суда, у нее трое детей. Наши женщины, которые стали «Мамами года», имеют по пять, по шесть детей, в то же время успешны в своей профессии. Ну вот как раз я хотела уточнить критерии, по которым отбирается «Мама года». Как можно определить лучшую мать по количеству детей и совмещению с профессией, либо есть еще какие-то другие критерии? Конечно, у нас очень много замечательных мам, и этот выбор всегда очень сложный. Но основной критерий, конечно, то, что в семье должно воспитываться не менее двоих детей, и женщина должна быть успешна в своей профессиональной деятельности, то есть, конечно, совмещать и семью, и профессию. Если мы говорим о материнстве, то достаточно интересная тенденция в последнее время наблюдается, потому что женщины предпочитают становиться мамами, ну, не сказать, что в позднем возрасте, но гораздо позже, чем это было принято раньше, например, не в 20 лет, а уже за 30 лет, когда уже женщине за 30, она построила свою карьеру, она знает, чего она хочет от жизни, и она решает стать матерью. Как вы можете оценить эту тенденцию или прокомментировать, хорошо это или плохо? Ну, это сложно комментировать, потому что это индивидуальный выбор каждой женщины. И я считаю все-таки, что неплохо, когда женщина становится матерью осознанно, когда она готова к этому, и в этой тенденции нет ничего так страшного. Как вы думаете, для матери, какими основными качествами должна обладать мама для того, чтобы действительно выполнить, ну, скажем, эту функцию на 5+. Ну, в первую очередь, мама должна заботиться о своем ребенке, отдать ему свою любовь, потому что именно мама дает со своей любовью и заботой дает ребенку первые навыки, умения, знания, от которых потом во многом зависит вся его будущая жизнь. Понятно, что в День матери дети отдают дань уважения своим мамам, но как относится государство к нашим матерям? Государство также поддерживает все материнство, потому что мы знаем, что в Эстонии есть такая поддержка, как материнская зарплата, когда один из родителей получает до достижения полутора лет ребенком зарплату. Также сейчас принята программа постепенного увеличения пособий на первого и второго ребенка. С 2017 года на третьего ребенка в семье способие будет повышено до 200 крон, то есть постепенно такие шаги делаются. Ну и, конечно, то, что этот праздник отмечается повсеместно и проходит множество мероприятий, куда люди могут прийти со всей семьей бесплатно, это тоже поддержка государства или местных самоуправлений. Мы не раз отмечали в нашей передаче, в том числе, что работодатели очень по-разному относятся к женщинам в принципе, потому что одни из них являются потенциально, могут стать мамой, соответственно, уйти в декретный отпуск и не работать какое-то время. И также относятся не очень всегда хорошо к уже имеющимся мамам, тем, кто стал мамами, потому что у них есть дети, которые болеют, которые будут брать больничные, тоже не смогут работать в полном объеме. Как вы думаете, как можно было бы исправить эту ситуацию? Ну, в первую очередь, на защите мамы и ребенка законодательство страны, потому что работодатель не может уволить маму, воспитывающую ребенка до трех лет, именно по таким причинам, как вы сказали. И, конечно же, было бы хорошо, если бы работодатель и мама смогли договориться о совмещении, например, работы и воспитания ребенка. Это такая позитивная тенденция сейчас на рынке труда, когда, например, мамы приходят, у них есть детский уголок на работе, и это не мешает работе, а наоборот, стимулирует женщину, чтобы она хорошо работала и не беспокоилась о своем ребенке. Давайте отвлечемся, может быть, от серьезных вопросов в области материнства. Вернемся к празднику. Какие праздничные мероприятия будут проходить в воскресенье? Куда вы приглашаете семьи с детьми для того, чтобы отметить этот замечательный день? Ну, в первую очередь, конечно же, в концертный зал «Эстония» в 12 часов начнется праздничный концерт, на котором, как я уже сказала, будет объявлена «Мама года», и там великолепная программа классической и хоровой музыки. И в Таллине, конечно, много других мероприятий, куда можно пойти всей семьей. У Ханна Сарума мы в день рождения Европейского Союза пытались выяснить, кто станет европейцем года. Могу ли я спросить у вас, кто станет матерью года, или, по крайней мере, кто выдвигался в качестве кандидата на этот титул? Это, конечно же, такая интрига, которая должна сохраняться до дня матери. До последнего момента. Да, и будет объявлена именно в воскресенье в концертном зале «Эстония». Много кандидаток было на этот титул? Да, конечно, по всей Эстонии присылалось много заявок. Как я уже говорила, что у нас очень много замечательных матерей, очень трудно было сделать выбор. Но правление Союза женщин Эстонии, куда входят представители с разных регионов, конечно же, нашли достойную кандидатуру. Спасибо огромное, говорю я Людмиле Рейман, которая является членом правления Эстонского Союза женщин. Напоминаю, что в воскресенье вы сможете отметить День матери не только в узком семейном кругу, но на Ратушной площади, где состоится бесплатный концерт с участием звезд, а также в Театре Эстонии, где будет объявлена «Мама года». Ну а сейчас наш эфир продолжит музыкальная пауза. И это в данном случае живое исполнение музыки. Рага Читко в исполнении «Раскар». Раскар.